Всем добрый день, как меня слышно? Отлично. Значит, 26 августа у нас сегодня. Сделаем небольшой обзор по основным новостям. Сегодня у нас в 10 часов после открытия рынка будет довольно-таки важная новость. Будет выступление Бена Бернанке, что, в принципе, может заставить на данный момент рынок до открытия и как раз во время открытия не быть очень активным и, скажем так, выбрать такую позицию в ожидании. То есть могут быть неопределенные движения, некоторые акции могут вообще стоять, но в любом случае посмотрим, что будет как раз в 9.30 по NY. Значит, помимо этого очень важная новость. Также сегодня у нас это ВВП, которое вот сейчас как раз отчитывается. Значит, на данный момент уже есть данные по Bloomberg Real GDP. Значит, консенсус был 1,1%, актуальное значение 1%. То есть можно сказать, в консенсус попала как раз данная новость, то есть особо без никаких таких разбалансировок. Значит, что касается фьючерса. Фьючерс в Blackwood я вижу минус 3.8, слабый импульс, то есть особо никакого движения при таких фьючерсах утром не намечается. Думаю, что связано это с тем, что как раз вот в 10 часов будут более важные новости, которых ждут. И на этом фоне пока еще мы не можем определить, что будет сегодня с рынком. Значит, вчера день был довольно-таки активный. Доллар DJ, то есть, как вчера наблюдали, очень неплохо падал вниз. То есть и на daily chart видим следующую картину. То есть обратно после 3 дней положительных у нас обратно довольно-таки отрицательное значение индекса. Минус 170 пунктов. Вчера мы закрылись. И на данный момент пока фьючерс тоже отрицательный, но в принципе без особой силы. Значит, что касается основных цифр, кроме фьючерса, Европа сегодня закрывается в довольно-таки отрицательных значениях. Очень часто это бывает после как раз отрицательного дня по США. Что касается азиатских сессий, то здесь разнонаправленно индексы закрываются. Но вот Китай в последнее время довольно-таки часто идет в отрицательное значение. То есть очень сильно падает индекс Хэнсэнг в последнее время и сегодня также минус 0.86%, то есть практически минус 1%. Значит, что касаемо золота. Был небольшой откат по золоту двумя днями ранее. То есть довольно-таки серьезные были падения с высоты. Но, как видим, что вчера уже обратно с отрицательного значения золота, фьючерс по золоту закрывался в положительных значениях и на данный момент торгуется тоже плюс 16. То есть говорят, что скорее всего будет выход в ближайшее время на Нью-Хай. То есть в принципе я тоже так думаю, что золото будет все-таки идти выше. Что касается нефтяного фьючерса, здесь ситуация немного обратная. Вчера было значение положительное и под конец дня все-таки начали уходить мы в нулевые значения, даже в отрицательные. То есть сегодня тоже минус 1 и 14%. То есть тоже довольно-таки нормальное отрицательное значение больше, чем минус 1%. И тоже это говорит о том, что в ближайшее время пока не намещается у нас хорошего роста. То есть в принципе думаю, что падения больше не будет. Но что касаемо роста, то есть возобновления тех же лонг тенденций, то есть в ближайшее время этого наверное не будет, потому что нет нового прилива капитала в рынок. И особо таких новостей, которые бы заставили сейчас инвестора покупать, да, таких новостей тоже на рынке практически нет. Что касается евро и USD, здесь тоже у нас соотношение прежнее 1,4410. То есть тут ничего в последнее время не меняется. Значит, что касаемо основных акций. То есть если взять наш фильтр, посмотрим какие сегодня отчитываются акции перед открытием рынка и вчера после закрытия. То есть особо никаких, не особо, а вообще никаких отчетов у нас сегодня нет. Если брать USA, стоп, одну секунду. Поставим ценовой диапазон более чем 5 долларов. Значит, ESTD и Automarket Close. У нас отсчитывались две компании. То есть первая это Pandora, не так давно у нее было IPO после закрытия. То есть смотрим. Что происходит на данный момент с чартом. То есть видно, что под конец дня все-таки ее немного подкупили. То есть желательно за этой акцией сегодня понаблюдать. Значит, также отчитывалась KKD компания. Здесь немного непонятный постмаркет, но все-таки движения были. И сегодня перед открытием рынка. Сегодня только TIFF у нас отсчитывалось. TIFF тоже у нас ритейлер. Здесь уже с гэпом UP компания на данный момент торгуется. Что касается компаний, которые вчера имели объем. Просмотрим. Значит, просмотрим около 10 компаний гейнеров, которые торговали вчера с объемом. И компания 10 лузеров. Значит, BWS это вчерашний отчет. Плохо компания отчиталась. И PS у нее отрицательный. И также отрицательный у компании Guidance. Значит, видите, что произошел gap down. Сразу же после gap вниз акция неплохо прошла полпоинта вниз. И потом все-таки нашла неплохой уровень на цене 6.60. И отсюда тоже полпоинта прошла выше. То есть тоже за данной компанией желательно сегодня наблюдать. Может она неплохо двигаться. Значит, смотрим далее. CBG. CBG, обратите внимание на Daily Chart. Сегодня фьючерс у нас небольшой минус имеет, но он все-таки отрицательный. Тут не так далеко до уровня поддержки предыдущего. И поэтому желательно тоже эту акцию, если рассматривать, то только в направлении на пробитие. Довольно-таки уверенная вчера была продажа по данной компании. Значит, компания HRL. Тоже довольно-таки сильная продажа была. И тоже довольно-таки интересно находится она на Дневке. Ну, что касаемо ГЕС. Вчера постоянно не писали в чате. Естественно, сегодня тоже можно ее наблюдать. Вчера у нее был отчет. И поэтому закрылась она минус 2.25. То есть отчет был отрицательный. Еще видно это было с постмаркета. И вчера очень отличный шорт у нее был. Желательно тоже сегодня ее смотреть. Значит, EAT. На Дневке особо никаких уровней нет. То есть просто вчера неплохо акция прошла вниз. Значит, PLT. То есть круглая цифра 30.00. Может быть как уровнем неплохим поддержки. То есть можно рассматривать как на пробой данного уровня, так и на отбой. То есть тут уже зависит от того, какая тенденция пойдет по рынку. То есть может быть неплохой уровень сегодня получится именно по этой цене. И как видите, тоже по Дневке здесь как раз вот цена приблизительно 30.25-30.20. Тоже довольно-таки интересный уровень поддержки. То есть как только цена ниже опускается, сразу же акцию начинают подкупать. Поэтому желательно, конечно, эту акцию тоже сегодня просмотреть. То есть входит она довольно-таки плавно. Особо нет у нее сквизов. Поэтому вполне подходит она для рассмотрения. Значит, DAL. Ничего сказать толком не могу. Вот что касаемо SPW. Тоже неплохие вчера были точки входа у данной компании. И тоже обратите внимание на Дневку. То есть выход объема, свеча красная закрытая в low. И тоже интересно стоит. То есть либо отбой, либо пробой. Но цена, по крайней мере, 49.00, она довольно-таки интересная для рассмотрения. Поэтому желательно эту акцию тоже себе на лист поставить. Ну, IVR тоже постоянно пишем в последнее время в чате. Ходит неплохо. И тоже неплохое положение на Дневке на уровне своего low. DDR тоже неплохо находится. Но внутри дня ходит не очень красиво. Значит, IVZ немного непонятно. LNC. 19.00, то есть, как видите, тоже не может акция никак укрепить. То есть неплохой уровень поддержки. И тоже интересная Дневка. То есть очень много похожих акций на самом деле. Желательно просмотреть и генеров, и лузеров, и просто просматривать акции. Чем больше, тем лучше, для того, чтобы искать интересное положение у акций на Дневке. То есть не всегда акции, которые будут ходить сегодня, неплохо ходили вчера. То есть они могут день пройти, день отстояться, на следующий день пройти обратно. Поэтому смотрите также позавчерашний день. Если акция вчера стояла в какой-либо базе, то есть отстаивалась, то желательно ее на следующий день просмотреть. Значит, вот неплохой пример. LHO. Ход у акций очень небольшой. То есть один день упала. Видно, как здесь отстоялось один день. И на следующий день самого утра сделала неплохой лонг. То есть это как пример. То есть не очень удачный пример, но все-таки более 30 центов акция прошла. То есть вышла из диапазона предыдущего дня. То есть довольно-таки интересный момент. Что касаемо NLY. То есть тут первый день такого падения. Тоже свеча закрывается в low. Есть тоже некоторый такой уровень. Не очень, конечно. Четкий. Но все-таки цена ниже 17.30. Акцию подкупают. Тоже есть покупатель по цене ниже. То есть можно, конечно, понаблюдать ее, если будет выходить она далее. Значит, что касаемо PSS. Это также вчерашний отчет. То есть тоже, видите, у нее был сразу на клоузе, да, растянутая свеча. И вчера акция немного от нее откорректировала. То есть это отчетная компания. В GPUP у нее произошел выход объема. Сегодня тоже может быть движение у этой акции. Единственный минус акции довольно-таки объемная. И очень тяжело здесь контролировать ее по котировкам, по принтам. То есть желательно рассматривать ее просто на чарте. Значит, ну, BAC и все остальные банки. Это понятно. То есть вчера была новость о том, что Орен Баффетт стал одним из самых крупных акционеров данной компании. Bank of America купил привилегированные акции, варанты и так далее. То есть на сумму в 5 миллиардов долларов. Поэтому, что касаемо банков, это тоже сейчас новостной сектор, скажем так, после вчерашней новости. Тоже сегодня будет однозначно он двигаться.